Здравствуйте! Сегодня мы остановимся на функциях, определяемые пользователем. Рассмотрим понятие пользовательской функции еще раз, посмотрим, какие виды пользовательских функций существуют, как создать и вызвать пользовательскую функцию. Функции, определяемые пользователем или пользовательские функции, как вы уже знаете, это подпрограммы, которые принимают параметры, выполняют некоторые действия и возвращают результат этого действия в виде значения. Возвращаемое значение может быть либо единичным скалярным значением, либо результирующим набором или таблицей, но в любом случае считается одним значением. В языках программирования обычно существует два типа подпрограмм. Это хранимые процедуры и функции, определяемые пользователем. Если сравнить хранимые процедуры и пользовательские функции, то функции всегда имеют одно возвращаемое значение. Такие функции встроены в инструкцию TSQL и выполняются как часть команды TSQL. В отличие от хранимых процедур, в функциях нельзя использовать временные таблицы и операции изменения данных в физических таблицах. Вместо временных таблиц в функциях используются табличные переменные. Определяемые пользователем функции имеют доступ к данным SQL-сервер, но они не могут выполнять DDL. DDL, как мы знаем, это язык определения данных. То есть функции пользователя не могут создавать таблицы, модифицировать таблицы, индексы или любые другие объекты. Они также не могут изменять любые данные в постоянных таблицах с помощью инструкции DML, то есть с помощью языка манипулирования данными. Все пользовательские функции делятся на два вида. Это функции, возвращающие скалярное значение. Пользовательские скалярные функции могут появляться в любом месте запроса, где может появляться выражение, возвращающее одно значение, например, в списке столбца Select. Весь код внутри пользовательской скалярной функции должен быть заключен в блок Begin-End. И функции, возвращающие таблицу. Функции с табличным значением могут появляться в предложении From запроса T-SQL. Встроенная функция с табличным значением – это единственный тип, определяемый пользователем функции, которая может быть написана без блока Begin-End. Если же функция, которая возвращает таблицу, является многооператорной пользовательской функции, то она обязательно использует Begin-End и в конце имеет инструкцию Return. Определяемые пользователем функции предоставляют такие возможности, как они делают возможным использование модульного программирования, то есть создается функция, и она неоднократно вызывается, причем к разным объектам, а может быть и к разным базам. Они позволяют ускорить выполнение, так как не нужно будет каждый раз компилировать, проверять, а лишь использовать готовые функции. Естественно, они позволяют уменьшить сетевой трафик. При создании пользовательской функции, так как пользовательская функция – это объект базы данных, мы используем команду Create. Дальше мы указываем, что мы создаем функцию, то есть Create Function, имя функции. Мы можем указать схему, можем не указывать, но при вызове пользовательской функции схемы мы указываем обязательно. В скобках мы перечисляем аргументы нашей функции. Аргументы функции состоят из такого набора, как имя переменной, то есть имя самого аргумента, тип аргумента и, если есть, значение по умолчанию. Если аргументов несколько, то они перечисляются через запятую. Следующая команда – это Returns, или следующее предложение. Returns означает, что возвращает наша пользовательская функция. Либо это скалярный тип, то есть тут мы указываем один тип, либо это таблица. Если это многоинструкционная таблица, то мы должны еще указать имя этой таблицы. Дальше. Следующее предложение – WithInscription или схема Bidding может быть опущено. Но данное предложение, что означает Insccription, означает, что мы шифруем наш код функции. На самом деле не явно шифрование идет, а немножко мы путаем код, чтобы не совсем было понятно пользователю, если он вдруг захотел посмотреть, но не имеет прав доступа. Схема Bidding связывает нашу функцию с объектами базы данных. И если наша функция связана с какими-то объектами, то эти объекты не изменяем. Мы не имеем права их изменять, пока мы не уберем эту схему Bidding, не уберем эту связь. Далее непосредственно идет тело функции. Тело функции заключается в блок, либо, если это табличная функция, то return и оператор выбора. Блок return. Он определяет блок между служебными словами begin and. Этот блок содержит реализацию функции, то есть алгоритм работы нашей функции. Внутри блока begin and разрешаются такие инструкции, как инструкция присваивания, определяется через set, инструкция для управления ходом выполнения, это цикл while и условия if, инструкция declare, которая объявляет локарные перемены, инструкция select, это инструкция выборки списка столбцов с выражениями, значения которых присваиваются переменам, являющимися локальными для данной функции. И инструкции insert, update, delete, которые изменяют перемены с типом данных table, являющиеся локальными для данной функции. Вот еще раз, insert, update, delete, и перемены с типом данных table, это и мы говорим про вот эту переменную типа table. Способ оформления кода в виде пользовательской функции, то есть, грубо говоря, использования пользовательской функции, является весьма привлекательным по двум причинам. Во-первых, в хранимых процедурах возвращаемое значение предназначено для использования в качестве индикатора успеха или неудачи, причем в случае неудачного завершения возвращаемое значение предоставляет некоторую конкретную информацию о характере возникшего нарушения в работе, а в пользовательских функциях, напротив, возвращаемое значение служит исключительно в качестве осмысленного фрагмента данных. Ну и во-вторых, функции могут вызываться на выполнение как непосредственно встроенные в запрос элементы, например, могут входить в состав оператора SELECT. Хранимые процедуры не предоставляют такой возможности. Рассмотрим такой подзапрос. У меня есть запрос, содержащий несколько подзапросов. SELECT мы выбираем. Что мы выбираем? Мы выбираем раз, два, по запятым, три и от четыре. Выбираем четыре поля, четыре значения из таблицы продукт. Еще разок посмотрим, что мы выбрали. Мы выбрали значение столбца name. Это буквально данные из таблицы. Значение столбца list price, то есть цена. Вот эти два – это значение полей. Дальше. Мы выбираем SELECT AVG list price from product. То есть это у нас вычисляемое выражение. Третьим столбцом у нас будет среднее, AVG это среднее значение, по столбцу list price из таблицы продукт. И это столбец, так как это вычисляемый столбец, мы назовем вот как? Average. То есть столбец называется Average. И четвертый столбец, он тоже вычисляемый. То есть его в физической таблице не существует, он нас посчитает. Мы берем из таблицы list price значения и вычтем вот это среднее значение, которое мы только что нашли. И этот столбец мы назовем как Difference. У нас получается, выборка будет состоять из четырех столбцов. Первые два столбца это значение полей из таблицы продукт. Следующие два столбца это значение, которое мы вычислили. Первое вычисляемое это среднее значение, второе вычисленное, это вот мы сами вычислили, мы вычислили из list price среднее значение и дали название этим столбцам. Более того, мы положили условия, условия на столбец продукт сап-категории idea. То есть у нас рассматриваются все продукты категории первой. Для чего мы этот пример использовали? Вот теперь мы вот этот подзапрос, запрос вернее, выполним с помощью пользовательской функции. Мы создадим пользовательскую функцию, которую назовем average price. Функция без аргумента, она вернет скалярное значение типа money. Соединим ее, дадим ее, схема баня, то есть мы ограничим все объекты, от которых зависит наша функция, чтобы мы не могли их изменить. тело функции заключено между begin and, наша функция ретунный вернет среднее значение столбца list price из таблицы продукт. То есть тут будет одно какое-то число, средняя цена. Это функция average price. Создадим вторую функцию, которую назовем price difference. Эта функция имеет один аргумент, аргумент price типа money, вернет тоже тип money. тело функции заключено в begin and. Эта функция нам вернет вот эту разницу между аргументом, что вы внесли, то есть значением столбца, и вот тут я обратилась к ранее созданной функции, вот к этой. А так как эта функция возвращает среднее значение по столбцу, то это будет цена минус среднее значение цены. Создали две функции. Теперь, вот это тот пример, который мы только что рассматривали, запрос. Этот запрос я переписываю как select, name, list price я не меняю, так как это значение столбцов. Дальше вызываю первую функцию, результат этой функции называю в столбце average, вызываю вторую функцию с аргументом list price вот отсюда и называю столбец difference из таблицы продукт, где условия категории равные деньги. то есть вот результаты этих двух селектов одинаковые, но здесь мы использовали подзапросы, а здесь мы использовали пользовательские функции. Естественно, если вот тут подзапросов будет больше, вариантов работает больше, условия больше и так далее, то это не совсем выгодно, если мы часто будем использовать такой подзапрос. если же мы каждый подзапрос выделим в отдельную функцию, то мы в принципе можем использовать не только в этом текущем запросе, но возможно и в других каких-то запросах. Идет оптимизация нашего кода. Для того, чтобы вызвать определяемую пользователем функцию, как мы сказали, мы ее можем использовать в самом выражении, тогда мы вызываем ее по имени, но прежде чем вызвать имя, мы обязательно должны указать схему либо базу, то, что это было. И в скобочках обязательно указываем, если есть аргументы. Если аргументы не имеют значения по умолчанию, то наши аргументы, как и в любых языках программирования, должны быть в том порядке и соответствовать тому типу, который мы указали при создании функции. То есть один аргумент, тут проблем не будет, нужно просто учесть тип. Если несколько аргументов, то нужно порядок аргументов использовать и типы. Также функцию можно использовать в выражениях select, insert, update, delete. Рассмотрим, как создается табличная пользовательская функция. Начало такое же, create function, название функции. Данная функция имеет два аргумента, аргументы типа small int. Разница вот здесь. Если мы до этого указывали, что наша функция возвращает мани, то тут возвращает таблицу. Как? Так как этот функция у меня будет иметь только один select, у меня здесь нет begin end, но зато есть return. Что он возвращает? Возвращает select, выбирает из таблицы order details, поля order id, unit price, gti, y, где вот это последнее значение поля gti, находится между, а вот между чем я задаю как аргументы моей функции. Вызов определяемым пользователем функции, табличная функция, будет выглядеть select, указала, что выбираю, из вот этой функции и указала мои аргументы. Значение будет между 10 и 20. Поскольку встроенная функция с табличным значением данная функция не выполняет никаких других операций, оптимизатор обрабатывает ее точно так же, как представление. Можно применять в ней инструкции insert, update, delete, как для представления, а мы помним, что используя insert, delete, мы через представление можем данные вносить непосредственно в таблицу. По этой причине можно относиться к встроенным функциям с табличным значением как параметризованным представлениям. Если же у нас многооператорная или называют многоинструкционная пользовательская функция с табличным значением, то мы при создании функции, вот предложение returns перед типом table должны указать имя таблицы, куда мы будем заносить наши данные. Шапка точно такая, create function, название функции, аргументы, те же два аргумента типа small int, возвращает таблицу, если в предыдущем примере, верну, у меня было просто table, то в этом примере я говорю table, название, переменная типа table, и в скобках указала, какие у меня тут будут столбцы. Тело, так как тут не одна инструкция, а несколько или несколько операторов, заключаю begin end, что делаем? Вводится return table вот в эту таблицу, что я ввожу в эту таблицу? в выборку значения полей order.id unit.price.gti из таблицы order.details, где значение последнего поля находится в интервале между моими двумя аргументами. Если мы до этого говорили insert int, имя таблицы в алоис, то есть мы вводили с клавиатуры, а тут мы говорим insert сразу указываем в какую таблицу, а что мы выбрали из другой таблицы и занесли. Теперь заканчивается return этот return не возвращает никакого значения, он лишь показывает, что наш блок завершил свою работу, что пользовательская функция завершила свою работу. При обращении к таким многоинструкционным пользовательским функциям точно так, как к обычным табличным функциям, это select указало, что я хочу вытащить, from и указало, что это моя функция с аргументами 10.20. Для того, чтобы изменить структуру определяемых пользователем функций, нужно использовать alter function. Структура такая же, как и у create function. Alter function нам нужно, если мы действительно хотим изменить алгоритм, поменять тип аргументов, еще какие-то моменты. Но иногда alter function полезен, если мы хотим убрать вот это предложение, привязку в схема баден. Для удаления пользовательской функции применяется инструкция drop и имя функции, конечно. Итак, мы посмотрели, что такое пользовательские функции. Два вида пользовательских функций, как они создаются, посмотрели на примерах, как они вызываются. В заключении следует обратить внимание на ограничения, которые накладываются при разработке пользовательских функций. Во-первых, пользователь, который создает функцию, он должен иметь права на создание функции в базе данных. Определимые пользовательные функции не могут выполнять такие действия, как во-первых, они не могут применять какие-либо изменения в схеме или данным в базе данных. Они не могут изменять состояние базы данных или экземпляры SQL Server, создавать временные таблицы или иметь к ним доступ, вызывать хранимые процедуры, выполнять динамические SQL и производить побочные эффекты. Определяемые пользователем функции также могут быть вложенными. Мы сегодня видели, мы в одной скалярной функции использовали другую скалярную функцию, но при этом может быть вложение не скалярно в скалярную, а скалярную в табличную либо табличную в скалярную. Например, пользовательская функция с табличным значением может в процессе выполнения вызывать пользовательскую скалярную функцию. И пользовательская скалярная функция может вызвать другую пользовательскую скалярную функцию, как на примере Но еще говорят, что можно создавать рекурсивные пользовательские функции. Например, если есть таблица сотрудники и есть поле по связи подчиненности, если мне нужно определить подчиненность не первого уровня, а третьего уровня, то это получается рекурсия. На экране вы видите вопросы для самоконтроля, которые вы должны уметь видеть, как всегда, список рекомендуемой литературы. На этом сегодняшнее наше занятие завершено.